Он хорошо выглядит, он хорошо работает за сценой. За пределами сцены он замечательно работает. У него есть энергия, у него есть эмоции, у него есть мысли, у него есть юмор. Но, к сожалению, когда он выходит, и вот весь авторитет, который у него есть в театре, он заработал за сценой. А то, что он работает на сцене, это непрофессионально. Это нельзя назвать работой профессионального актера. Ты помнишь, что я ничего не умею вырезать? Я вот как оно есть, один к одному буду ставить. И может быть, он попадет в руки кого-то, кто его научит в профессии актера. Потому что это очень серьезный вопрос. К сожалению, здесь не нашлось человека, который бы научил его профессионально работать, что соответствует его возрасту. Если на таком уровне работает парень, который пришел ему 19-20 лет, он еще может в течение 5 лет научиться. А если человеку уже почти 50 лет, это проблема, его учить уже чему-то трудно. Коля, вот мне недавно сказали, опять же, я не верю, надо будет уточнить, как бы и по двери. Мы сказали, что в украинском театре там вообще нет ни одного, что все они там приверженцы. Чего приверженцы? У них как бы ориентация у всех. Я боюсь об этом. Я знаю, ты открыт об этом всегда. Ну, ради бога, если у них соберется такая... Нам легче будет обнаруживать место. Ну, так сказали. Так сказали. Так сказали. Вот что-то... Николай... То есть, как его, господи... Семенович. Николай Семенович, вот я его все прошу, интервью, а он все что-то уходит. Уходит, уходит, так нам провокат. Вот уходит, уходит. Я знаю, как все. Я, как бы, знаю часть тех людей, которые там имеют, вот, как бы, такую ориентацию. А что касается... Сказали все. Вот поголовно сказали. Ну, я не думаю. Я тоже думаю, ну, как это может все... Там есть люди пожилого возраста, которые уже... Которые... Им поздно начинать переориентироваться. Уже, как бы, интерес пропал, в принципе, к этому действу. Вот. Да, ради Бога. Главное, чтобы... Понимаете, тут у меня, как бы, вопрос в этом... В этом поставлен очень четко. Вот для меня самого, я поставил его очень четкую плоскость. Что я имею ввиду? Ты хочешь... Вот я уже говорил. Хочешь пить? Пожалуйста, пей. Хочешь курить? Пожалуйста... Ну, не надо это возводить в некий культ. И не надо делать из этого нечто закономерное. Если у тебя есть подмышкой чирь, то ты же не ходишь, не показываешь... Вот у меня вот тут лавка. Не, подожди, Коля, не уводи. Я к чему задал этот вопрос? Задал к нам этот вопрос. Ты знаешь, что у нас в Николаеве каждый день убирает два-три ВИЧ инфицированных? Ну, не знал я этого. Не знал. Не знал. А я вот тоже недавно, кстати, узнал, это медики нам проводили... Хорошо. Так что, подождите. Извините. Так что это причина... Ну, одна из основных. Одна из основных. Социальные отношения? Конечно. Одна из основных. Это не я считал. Это в мире так считают. Одна из основных. И популяризация вот этого всего. И знаешь, что вот в этом году у них чуть-чуть не получилось провести парад в Николаеве на Советской. Ну, чуть-чуть. Но на следующий год я уже практически уверен, что они проведут. Хорошо. Подожди. Опять-таки... Представляешь парад на Советской? Я представляю. С флагами там, с этими вот. Вау. Юра, ну вот смотри. Опять речь идет... Вернее, мы переходим в плоскость ту, о которой я говорил уже до этого. Смотри. Есть некая пропаганда вот такого образа жизни, да? Парад, к примеру. Что это такое? Пропаганда. Пропаганда, да? Для молодежи. Хорошо. Не надо жениться, не надо всеми заводить. Вот. Все красиво. Но если ты имеешь такие данные... Такие данные, которые свидетельствуют о том, что, допустим, там 30-40% заболевания СПИДом возникают в результате однополых контактов половых, да? Есть такие свидетельствуют? Ну, я не помню, 30 или 40, но там жесткие очень цифры очень... Если есть эти жесткие цифры, так давайте их давать всему обществу. Да. Давайте давать. Тогда у общества будет формироваться определенное отношение к такому виду общения. Так я о том же. Или к этим людям. Я о том же. Тогда давайте мы будем говорить, что причина, самая главная причина, или причина заболевания СПИДом, самое главное, это использование шпильцов и уколов, да? Есть такая причина? Да, наркоманы, да. Это 40%. Да, наркоманы там. Потом еще что-то. Умосексуализм. 40%. Еще какое-то. То есть, мы берем тогда, вырабатываем две основные, два основных направления, из-за которых люди заболевают СПИДом. И тогда мы против этого применяем какие-то меры определенные. Ну вот, государство берет на себя обеспечение чистыми шпильцами. Выход из положения. Наверное, выход на данном этапе. Наверное, выход. Когда раз ты уже наркоман, то хотя бы не будешь переносить СПИД. Выход из положения. Что будем делать с гомосексуализмом? Хотя, я вам скажу, такая махровая пропаганда идет этого вида общения. И я вам скажу, что это садомический грек по Библии, по библейским, по религиозным постулатам. Что, а мы, так сказать, воспринимаем, при том, все воспринимают это как само собой разумеющийся. Ах, ладно, там балуются. Ах, ладно, там развлекаются. Что это такое? Нарушение психики? Кто изучал это досконально? А почему оно существует на протяжении тысяч лет до нас? Это же существует все. Причиной этого что является? Что это? На генетическом уровне заложено? Не надо изменить ген, то, что уже сейчас реально можно сделать. Что это? Это извращенная психика человека, которая приходит к нему в процессе какого-то общения. Что это такое? Малограмотность? Что это такое? Какие-то социальные вопросы, которые там существовали на Востоке. Ведь для нас не секрет, что, допустим, на Востоке там специально были мальчики, которые... Коля, я о параде, который они хотят на Советской провести. Я абсолютно. Так это же пропаганда. Нет, ты говоришь о вершине айсберга. А я хочу проникнуть туда, чтобы подоплека была, чтобы нарушить основы. А ты хочешь нарушить, разогнать парад. Ну, не будет парада, что от этого... Но мы боремся не с тем. Мы не с тем боремся, понимаете? Мы закрываем магазины, а нужно сделать так, чтобы молодежь не шла в эти магазины. Вот в чем проблема. Мы хотим отменить парад, и мы не хотим изменить, чтобы таких людей стало меньше. И в этом наша ошибка. Как сделать, чтобы... Ну ладно, все, оставим их там. Пока ты покушаешь. Ну с Москвы люди приехали. Ну да. Когда еще я буду в Москве? Я, кстати, недавно был в Москве. Недавно. Поезд, говорят, отменили московский. Николай, вы слышали, что поезд отменили? Московский? Простите, как это? А чем вы приехали? Поезд в Москве. Говорят, что же отменили. Мало чего говорят. Ну ладно, поезд-то там это не моя тема. Мы, значит, приглашаем вас... Я буду с сигаретом. Ну, в принципе... У вас там как поздно? В принципе, мы боремся с детским. Мы боремся с детским пьянством. И детским... А то у вас нельзя в поездах курить, нигде нельзя курить. Здесь можно курить? Да, да, да. На улице можно курить. Ну, тоже штрафуют. Это 25 метров. Тоже, кстати, штрафуют. 25 метров от помещения. Я тебя сейчас отмерю. Отмерите мне, пожалуйста, 25 метров от помещения. Как обстоит дело в столице с детским пьянством, с детским алкоголизмом? Есть там в Москве наши любимые? Давно и не был, кстати. Не видел. На самом деле, у моей внучки всего лишь 3 года попутят. Поэтому я пока не могу сказать. Никто не ходит из нашей семьи в школу. И в нашей среде, в той среде, в которой я живу, у нас такого нет. А уже там что дальше? Просто я, может быть, другого возраста, другого поколения. Ну, а существует такая проблема вообще в России, в Москве? С детскими пьянцами? С детскими пьянцами? Что делают там? Конкретно что-то делают? Знаете, я вам, наверное, очень мало могу дать каких-то справок, поскольку я, на самом деле, далека от этого. То есть я не вижу. То есть у меня нет, рядом со мной нет школы, я не вижу школьников. На самом деле, потому что я нахожусь в центре Москвы, там школ очень мало. Ну, вот таких пи-центров. Потому что в основном эти школьники живут все в спальных районах, да. То есть это вот, ну, другая среда. То есть в другом месте. Я не вижу этих школьников на улицах. Может, это и не проблема для Москвы? Я думаю, это проблема. Это для всех проблема. Это также и в Европе проблема, и также и в Москве проблема, и в России, и на Украине. Ну, наш фильм такой, он широкоформатный, широко-долго-многосерийный. Он называется «Что делать?». Я задаю, в принципе, всем один вопрос, что нам делать, и сумеем ли мы, успеем ли что-то сделать. Посоветуйте нам. Ну, вообще-то семья должна работать своими детками. Понимаете, семья. Прежде всего. Кроме семьи, кроме папы и мамы, никто ничего не скажет ребятам. Никакой дяди, никакой закон. Никто с этим побороться не сможет. Все начинается с пеленок. Наверное, так. Спасибо.